Здравствуйте, друзья! Скоро Новый Год, 30 декабря. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. А так как меня смотрят только садоводы, то я желаю садоводам иметь такой же сад, как у меня, в том числе из непривитых, корнесобственных деревьев. За те годы, которые прошли десятки лет, а то и сотни, очень много мифов было придумано. Вот они родились и на пустом месте. Качество плодов было низкое, хоть яблонь, хоть абрикосов, которые вообще в 30-х годах было бы учеными решено не заниматься абрикосами бесперспективно. Есть официальные документы. Даже корнесобственные не потянули. Они даже не знали, что косточки абрикосов нельзя глубоко закапывать. Они обречены с гнива, это нижняя часть штамба. Кстати, даже этого не знали. Все попытки были обречены. С этого миф, что абрикосы или не родят, или не морозостойки, цитирую, 25 погибают цветочки почки, в 30 сами. Они на самом деле подгнивают корневые шейки и при малейшем орудии они, прощай, Вася, вот такая была действительность. Это перешло в 21 век и уже не буду трепать. Десятки раз трепал, будучи оскорбленным по-настоящему, так сказать, самыми такими питомцами. Самый уважительный ко мне был такой, обман и мошенничество. Цитирую целиком, не называя фамилией, но случай известный, ему уже тысяча людей знает. Все-таки это там был канал, у которого миллион сто тысяч подписчиков, не шутки. Там было сказано, значит, в саду Железова свободное опыление, значит, семена, которые там родятся, в свою очередь дадут, цитирую, жердели и дички. Это ложь и мошенничество. Чтобы окончательно меня припечатать, было сказано, что моя костика стоит тысячу рублей. Вот это была ложь, смешанная с ненавистью, с неприязнью. Уже знали, что да, в Сибири роскошные абрикосы, но не могут отказаться от теории, что это, если еще уже вдруг покупать костыки, дать возможность ему существовать на этом свете, вот, так, то он принесет только вред стране и каждому, кто их купит. Поехали. Вот, была когда-то вот такая статья приготовлена. Будем разбираться. Итак, ниже великий Борис Бодлер. Полностью название Борис Осипович «С плодами и семян». Тут еще не было, статья не свежая, а тут не было написано еще «Царство ему небесное». Вот великий человек. Вот его книги, которые надо было создать, миллионам экземпляров. И тогда у людей бы черешни появились. Наконец-то. Но здесь всего, по-моему, вот эта книга 200 экземпляров. Зеленая, желтая, не знаю. То есть погоду они не сделали. Посмотрим ближний план. Все это выращено из косточек. Даже не так. Первое поколение было из косточек. Потом появилась возможность частично прививать. На данный момент прошло 50 лет. Вот здесь получается, что все эти потомки, корни собственных деревьев, потомки. Вот. В том числе, вот черешни, 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 черешни. Ранние, поздние, средние. Все гибридные. Вот. Поэтому я взял и вот так вот специально подчеркнул. Вот для плохослышащих. Вот. И для тех выпускниц и мерязельки. Вот. Которые перечеркнули все, что я создал. Так. От непризни, что сами ни на что не способны. А заодно и великого Боднера. Итак. Внимание. Сенсация. Это сенсация. Абрикосы, черешни, вишни, сливы, яблони, груши. Великим, ненужным науке садоводом Б. Рисом и Осьем Боднером выращены из магазинных семян. Вот. Теперь мои косточки, семечки. Это я называю золотой запас России. Он не пригодился науке. Единственный ученый, я ниже покажу, который проявил интерес и добился гигантского успеха. На основе моей технологии и моих семян. А пока смотрите. Вот это было когда? В сентябре 2021 года. Сейчас губноплодные практически закончили. Еще, может быть, штук 200-300 есть. И вот. И в чердинской дне их уже не будет. Вот. Косточки вишни сибирско-штамбовые. В России вишни пропали. А из этих косточек можно вырастить прекрасные деревья, не убиваемые ничем. Почему пропали европейские, я уже говорил, глупость перемешана с невежеством. Нескородственной связи у этих деревьев. Плюс ненависть якобы не нужны ветками. И все практически. Сады были вначале искалечены, потом уничтожены. Вот. Ну, из этих самых крупных, видите, это не шутка, это не обман. Это плоды до 100 грамм веса, бывает и больше. Что из них вырастет? Я утверждаю, что может быть 50, да, со 100 граммовых, 50-граммовая, может 100-граммовая, может 70 грамм. И у меня достаточно накопилось из папка, где искренние письма моих друзей. Идем дальше. Вот это, что вы видите, это уже расфасованы по 10 штук. Вот это мелкие абрикосы. Что интересно, вот эти быстро разобрали. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. А эти я больше раздавал. Это сыновья манджурского абрикоса. Вот. И чем и горжусь. Косточковые виды. В основе развития в Сибири, это для тех, кто... Ну, кто-то воспринимает на слух, кто-то текст. В основе развития в Сибири повторенный успех на Ворали и в других областях. Уникальный сортообразец. Сеяние железа манджурец патриарх. Я его так назвал. Это манджурский абрикос. Патриарх, потому что он разначальник с одного, получается, саженца. Но сейчас их уже не тысячи лет. Это много. Какое-то тысяча. Десятки тысяч. Отношения у него патриарха последние 32 года. Урожай ежегодный от 3 до 30 лет. На самом деле было больше, но не зафиксировано. Скажут, правильно. Вот это он. Но вы скажете, ну не такой уж она огромный, не такая уж урожай. Видовали мы на юге и побольше. Кстати, на юге та же деградация, на Украине деградация. В Беларуси деградация, только храбрятся. Я пытался, связывался с министерствами сельского хозяйства. Дарил им диски, технологию. Предлагал сотрудничество. А ваш сибирский опыт у нас не пригодится, говорят. До этого времени деградировало все. И на Украине, и на нашем этом самом Крыму. Сами стали перекупщиками. На сайтах одни фотографии только из этих с интернета. Это мои, в том числе. Кубань. Ой, что творится. Но вы ошиблись, ребята. Это не манчжурский абрикос. Это четвертая или пятая часть. Четвертая часть дерева. То есть дерево состоит из четырех таких веток. Просто вот такой снимок так получилось. Сам остальные три ветка тут справа. Теперь представляете грандиозность. А фотография сделана 17 лет назад, а он еще живой. Вот так вот. Патриарх. О, что я написал. Патриарха. Эх, ошиба. Общипся. Окружен культурными абрикосами из трех континентов. И дает потомство уже сладкое и более крупное. Для объективности справка. Сеянцы железа из-под манчжурца патриарха. Так и росли под деревом. Были выращены до плодоношения поселка Мияцком, Челябинской области, доктором наук, Ваулиным Александром Юрьевичем. Значит, и теперь уже получается, что все было из косточек. А вот это вопреки, так сказать, мнению выпускниц Тимирязевки таких, железово-ненавистниц, да, получилось, что у него они стали не такими, как вот здесь вот, ну, достаточно заврядными на вкус, на вес. А стали в два раза крупнее. Итак, я пишу, что сеянцы были выращены в Мияцком поселке. Урожай, невиданный для всей России, крупность сеянцевых плодов до 35 грамм. Да, кстати, чуть больше, даже съедобные плоды, в отличие от мамы. А вот это я процитирую уже его, я уже ни при чем, извините, это официально. Инновационные разработки, докладчик, вот. Метод закладки саженцев. Не саженцами, а семенами, которые дают более мощное растение. Ну, это, теперь так, кому надо, сами потом прочтут это. А вот, вот, сэкономим время. Так. И несколько фотографий выступления Ваулина. Вот это он делал фотографии. Это мои сеянцы, мои сеянцы. Почему они такие разные? Казалось бы, все сеянцы из-под Маньчжорса спутать было невозможно. А получились разные, а получились разные, потому что у них разные папочки. Понятно, да? Вот. Разные папочки. Папа, папа, в смысле. Папа, 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 папа. Ну, в общем, видите, да, что получилось. То есть они гораздо крупнее. И, по словам Ваулина, сказанным лично мне, все они вкусные. Вот так вот. И все с одного дерева. Видите, что такое гибридизация? Вот. То есть они были неспорчены. Их портить было невозможно. Ну, куда меньше, чем на этом, на патриархе. Ну, куда? Нет. Они все перешли в разряд полукультурных. Теперь так. Есть такое. Раз так получилось, скажу. Ваулин совершенно случайно забыл сказать, что они выросли из моих сеянцев. А это не пустяк. Вот. Он не потратил 37 лет, как я, вот, из моих сеянцев. У него сразу через несколько лет был грандиозный успех. Среднее. У него получилось среднее, среднее. Вес 40 килограмм с дерева. У него молодые деревья. Ну, примерно, может быть, лет 10 на тот момент. Как я догадываюсь. Вот. 40 килограмм с дерева. И по его же словам, в его же тексте было сказано. В другом был еще реферат, еще публикация. И было сказано, что контрольные экземпляры из других, не жалейзовских, а из других садов дали выражение. Не 40 килограмм, а за 100 лет держитесь 300 грамм. Нет, 500 грамм. А соседние научные учреждения дало у них пока до сих пор урожайность абрикоса от Урал. Составляет 300 грамм. Сравнивайте. 4, 40 килограмм и 300 грамм. Вот. Значит, в личной беседе с нашим, в общем, знакомым, другом Немытым, передавал мне привет, восхищался и прочее, прочее. Но официально во всех трех публикациях, ни слова о железе, а его агротехнике под названием, садить на месте раз, не подходить два, и для этого достаточно. Естественно, ничего не делать, не колесить крону, даже не поливать. У него стержневый корень. Вот. Полив не нужен. Не нуждается. И тогда получилось, что когда-то ему аукнется Александру Юрьевичу Маулину, это, может, когда-нибудь, когда ему будут присваивать звание академика, а все к этому идет, он единственный, кто пошел по моему пути, вот, и добился успеха. Вот. У меня очень смешно, друзья, когда 30 лет растя, это, в несколько поколений выращивают сливы, объявляют браурную, что новый сорт готов, а у нас такие же похожи к сливу в каждом, в каждом, в втором, третьем дачном саду. Нет, было, в общем, сейчас все деградирует, но было такое. Вот. И так же, ну, еще таких несколько примеров. Значит, что получается, что вот это все реальность, все из семян. Вы же помните нашу тему-то, врачи не семян. Возвращаясь в мой сад, прямой потомок манджурца и самый абсолютно сладкий. Вот он, видите. Сливы для корнесобственного сада, непривитого, самая перспективная. Да, у меня отдельная папка, там с крупных абрикосов, фаина, академика, вот, королевского. Выросли уже корнесобственные деревья, непривитые, оказались не замерзают. И достаточно крупные плоды, 30-50-70 грамм. Так что, это, не посрамили. Итак, для корнесобственного сада самый перспективный, так называемый, сливы уссурийско-китайского происхождения. Они за тысячи лет никогда не прививались. Народная селекция выявилась достаточно крупная, 25 грамм. Это я скромно еще написал, наверное, если больше. И съедобные плоды. Часть дослащавости, с предельной концентрацией сахара. Показываю несколько фото из моего железного сада. Даже внешний вид говорит о их культурности. Названия утеряны в веках и придуманы мною условно. Слива уссурийская желтая. Вот. Очень сладкая. Слива желтой хапты. Это не то, что то же самое. Это просто народная селекция выявила, как бы, от... Ну, естественно, отбирали самые крупные. Получили чуть-чуть даже получше. Слива китайка красная. Вот она. Вот. Она потверже, значит, может транспортироваться. Красно-розовая. Ох, у меня есть фотография получше. Ну, ладно. Пойдет. Смотрите, красота какая. Видите, никто не привал никогда. Красно-желтая. Вот она. Вот. А это доказательство того, что это мой сад. Потому что это мой мнущок Тимоша. Красная... Ой, сине-фиолетовая. Красно-фиолетовая. Условное название. Но откуда мы знаем, когда никто не знает. Многие из костиков это будущее гибридное деревья с умущенными качествами из-за свободного пыления с европейскими сортами. Пример гибрида. Смотрите. Здорово, да? Справка. Пример из практики выращивания уссурийско-китайских слив. Ежегодные предельные урожаи. Вкус редко с горчинкой, чаще сладкий и слащавый. Почти анекдот. Мой друг вырубил китайки как семя сладкие. Невозможно есть слащавое. Это его слова. Участие садоводов, добившихся успеха, в следующий этап прививки. Соседи красно-желтые, великолепные подвой. А какие у меня они привитые? Ну, может, ниже увидим. Персики. Хасанские, корнесобственные. Пять лет. Вот так. Первое по отношению непривитых персиков. Персик минусинский, неутепляемый. Происхождение не буду. Столько мы уже с вами встречались. Но поверьте, что счет пошел уже моих фильмов на тысячи, не на сотни. Рекомендуемая форма кроны полукровная, кустарниковая. Тогда получится, что вы станете, как я, еще и продавать. Вишня степная. Да, самая распространенная, обидная, неприхотливая. Ну, конечно, плоды не вкусные, но мы уже еще и делаем из них варенье. Вишня сибирская штаммовая. Потомки, привезенных из Европы 150 лет назад. Ну, может быть, Столыпин попозже был. Ну, может, и 20 лет назад. А вот в них иногда проявляется культурное качество. Вот так они вроде дикие-дикие, а потом бах какой-то год. И вдруг в два раза крупнее. Урожай обильное, ежегодное. Самое главное, не подходить к ним секаторам. Прямо умоляю. Контраст. Из-за звериной технологии обрезок и близкородствий к пологсвязи вишни практически исчезают в Европе. Вроде бы то же самое, крайне собственное. Вот такие вишни у них всегда, каждая дает десятки отводков. Выкопал, пересадил соседа. Выкопал, пересадил соседа. Так они шли на север. Попала вишня одна в деревню. Через несколько лет десятки отводков. По соседям. Вот уже вся деревня. Вот уже вишневый сад. Вот уже Чехов пишет. Это самая знаменитая свою книгу. Вишневый сад. И вот невероятное количество вишен. Вот уже все. А потом раз, куда это все. А близкородственные связи. Все родственники. Ну и звериная технология. Причем, при том. Черешни в магазине косточек. Помните, мы начали с фотографии Великого Боднера. Я в единственном сибирском саду из корней собственных черешин в Сибири Великого Боднера. У меня тоже есть черешни. Всего несколько штук. Вот это у него. Это я черешни достаю. А почему такая? Это резь. Тут обрыв. Это было. Я рисковал уже жизнью. Если бы я упал долго, бы вниз скатился. 30 лет я железу посещал сад Великого садовода Боднера. Писал о нем, снимал фильмы. А науке он не понадобился. Знаете, спилил в отчаянии самое крупное свое череши. Ей было 15 метров высоты. И у меня есть фотография пень. Почти квадратный метр. Представляете? И снял ойлочная. Ну, а это все она отводкам не дает. Из косточек повторяют, как правило, кукул. Может быть, кисловата, сладковата. Соседних двух соседних. Ну, я вам скажу, что для страны феномен не распространена та же самая зеленая технология. Раннее поспевание, морозостойкое, самоплодное, съедобность плодов. Это феномен. Но из-за той же сверенной технологии прореживание веток искусственных штамм становится исчезающим видом. Наголочная корня, собственная вкусная вишня. Еще и подвод для персиков. Личина, лесной орех. Мы их так называли на Украине, лесной орех. Я вырос на лесном орехе. Он нас бросал многих. Пацану даже от голода спасал между завтраками и ужином. Я в Маньчжурске. А, восьмой Маньчжурский орех в центре. Ну, так уж получилось, что здесь плохо видно. Вот они, груша. Груша. И вот самые середки, вон они. Это у меня такой треугират. Между ними всего несколько метров так сложилось. И получилось так, что нисколько не навредил урожаем самое... Что интересно, соседство с Маньчжурским орехом, ах, а он проклят из-за этого. А здесь получилось самое рекордное урожай, наверное, в Сибири. До 30-40 введя. Что нарядный фильмов справа, что сварок слева. Поэтому я пишу, что Маньчжурский орех недооценен, вернее, неправильно, недоиспытан, так бы точнее, на фото, в окружении груш с рекордными урожаями. Схожесть, лекарственные свойства. При должном терпении, твердую скорую пас, еду обеден урожаем. Да, мои соседи мешок собирают, и всю зиму все это, не щелкают, нет, он покрепче зубов разбивает, едят. Ну а далее. Возможно, вы научитесь прививать косточки культуры, и лесад получится без прививок. Чуть скромнее плоды, но мощнее и надежнее, как несобственные деревья. Внимание, вот это очень важно, потому что скоро закончится эта съемка. Это важно, это я писал, у меня было такое вдохновение. Сегодня хожу по прекрасному саду. Как зачарованный. Не удивляюсь. Уж слишком легко все дается, и все получается. А может, это потому, что люблю сад, и стараюсь не причинять ему боли. И с каждым годом все понятнее и понятнее становится поведение людей, именно на своем, ухоженном, до безумной красоты участке земли. Нет, мы не потомки обезьян. Мы жили в Эдеме. По неведомым причинам потеряли свою красивую прародину, одичали. И пытаемся реализовать заложенную в генной памяти любовь к совершенству и красоте пророды в своем саду. Это мое главное доказательство на трудном пути к Богу. А если для вас это не доказательство, то вот вам один мой из сотни постулатов из новой книги. Постулат номер два. На планете Земля изначально росли именно культурные сорта и виды плодовых деревьев, вследствие из-за природных катапулизмов одичавшие. Ох, и попинали меня за этот постулат ученые-таисты. Сейчас не хотел бы приводить все доводы за. Но почему это утверждение, дающее возможность расширить горизонты науки, так возмущает моих оппонентов? Им так же, как и верующим, хочется жить вечно. Они на всякий случай ходят в церковь, заметьте, на всякий случай. Но как только прочитают мое утверждение, что культурные растения появились раньше человека, как у них шерсть стоят дымом, шерсть потомки обезьянами. И позабыв о благости, а то его не вижу. Кстати, московский ученый, как мне передал главный редактор журнала «Вестник Садовон» на реприк, считает Железова проходимцем. Ну и что, что его сад полон чудес? Нам отсюда изобропа не видно. А ехать унизительно. Кстати, сейчас еще и не на чем им ехать. Чуть не сказал «одичали», а «обедели» наука. Сколько злобы только при намеке на то, что я утверждаю, что первые люди уже ели сладкие плоды. Внимание, еще версия. И дело даже не в гипотетическом одичании людей из Садово-Эдема. На земле еще не было даже обезьян. А птицы и животные, питаясь наиболее съедобными плодами из возможных, уже провели селекцию. Разнося именно с них семена по округе. Поняли, как из несладких делали сладкие? Один из моих постулатов звучит так. 109-й, представляете, сколько их? Для оккультуривания и для дичания плодовых деревьев, в настоящий момент культивируемых человеком, надо не сотни, не тысячи, а всего несколько поколений. Ну, проекта генеральной генерации сейчас не будем. Ну и дальше моя фотография из моего сада. Вот моя линейка знаменитая, которая разоблачила десятки плодопитомников, фальшивых перекупщиков, которые наглую присваивали фотографии, не обращая внимания на линейку. Она одна на всей планете. То есть, если вы видите линейку, значит, эти плоды выращены мною. Справка. На этом фото клоновые абрикосы железного. Если взять из Никотики и посадить, выросли чуть мельче, но не дикари. А особая линейка, еще раз, она поможет избежать обмана. Десятки фото с моими плодами присвоены сотнями сайтов, питомников и интернет-магазинов. Запомните, интернет-магазин, когда вы читаете, обращайтесь к нему за саженцем, имейте в виду. Я это называю реанимация-морг для саженцев. Сперат гноят, потом вам отправят. Или вы придете и купите, не понимая, что купили мертвеца. Вот. Ну, фото крупных мне еще осталось буквально три минуты. Вот это... Я начал собирать такую коллекцию, я их называю суперсорта. Вот. Ну, это начиная с простого, простого, с простого. А потом получается опять линейка, опять линейка, да, бедные мошенники, которые вас обманывают с помощью этих, не обращая внимания на линейку. Вы знаете, сотня питомников вот эту фотографию присвоила. А это понаделло шуму давным-давно, потому что ее назвали фотошопом. Вот так вот. Это я не знаю, как фотошоп делают. Опять линейка. Вот. Красота какая, да. Сам не верю. Это мой гостик, ученый, кстати, человек. Вот. Ай, сейчас ущипну себя, а это ранетки. Щипаю. Нет. Не ранетки. Мой личный клон Фаина. Какой-то вегетативный гибрид, которого не может быть никогда. Вот единственное дерево, единственный год, когда плоды были уничтожены тучами бабочек, пчел и ос. Ой, что творилось? Не был мой фотоаппарат. Как я это, надо было показать. Боль с такого, ай, запах меда. Они все это раздербанили, стоял запах меда. Фух. Вот еще. Фотография потомка из сада Чернобаева. Это он делал фотографии. Он потом срубил его. Собрать такое количество абрикосов он не мог. На семилетнем дереве семь ведер, на десятилетнем 15. Плюнул, говорит, в газон красивый. Я срубил, я сказал, что я приеду с ружьем в следующий раз, если он еще одно мое дерево срубит. Вот еще. Все, пошла последняя минута. Попробуйте с этого вырастить дикаря. Помельче, да. Ну попробуйте вырастить, кстати, в какое-то место. 110, нормально. Все, друзья, сейчас все закончится. Я пока просто полистаю. Вот. Моя надежда, мое будущее. Внучок Тимоша. И все это я проходилец сделал. Представляете? Королевские. Вот. Это крупноплодные железа. В банке три штуки. Мечта идет. То есть я, это, шучу. Вот. Сливы. Черный абрикос, который потерял черность и запривег на абрикосе. Вот. Мои суперсливы. Черносливы. Мои catalа. Моиография. Мои свет. Я увидел��. Мои гонки. Продолжение следует...